Всем привет! На связи Оксана и сегодня мы сделаем очень классный дизайн и вы сразу поймете, о чем же я мечтаю на карантине. Я покрываю ноготки базой тонким слоем и делаю небольшое выравнивание, поскольку у меня взлетные ногти и толстый слой здесь будет просто неприемлем. Для того, чтобы база равномерно распределилась, я переворачиваю ноготки, просушиваю и затем беру яркий розовый цвет. Я нанесла один слой первого основного цвета, главное, чтобы покрытие не плешивило. Возможно, вам понадобится два слоя. Затем более ярким неоном я рисую горизонтальную линию, снизу она ровная, а сверху нет. Ладно, придется открыть тайну, мы рисуем пейзаж и это будет дорога, поэтому мне нужен более темный цвет, при том дорога в перспективе. И затем берем еще один неоновый цвет, который отличается от всех предыдущих и рисуем треугольник. Наверное, вы уже догадались, что это будет гора. Вам может показаться, что у меня нереальное количество цветов, но это не так, просто я их смешиваю друг с другом. Чтобы цвета всех наших элементов не перемешались и не текли друг в друга, нужно промежуточно просушивать элементы, прежде чем наносить новые. В белый цвет я добавила немножко розового, чтобы он был не настолько яркий и обозначаю верхушку горы в виде снега. В молочную базу я добавила немножко белого цвета и нарисовала облака. Затем я обозначаю контур луны и здесь нам пригодится техника градиента, но не обязательно делать ее идеально. И здесь у меня был эксперимент. Я очень люблю пробовать что-то необычное, сочетать несочетаемое. Возможно, вы уже делали то же самое. Для прорисовки я взяла супер белую и супер черную гель-краску для стемпинга. Очень яркие цвета, в отличие от обычной гель-краски. Если ваша краска для стемпинга не тянется и вам сложно рисовать, в нее можно добавить немножко топа и тогда будет проще. Но мне этот лайфхак не пригодился. Для того, чтобы сократить время и несколько раз не промывать кисть, я сначала обрисовала все элементы белым цветом, которые необходимо было обрисовать. И только затем я взяла черную гель-краску и добавила черный элемент в виде кактуса и сделала контуры у гор и горизонта. Если вы смотрели мои прошлые видео, наверняка вы уже слышали, что я обожаю матовые ногти, поэтому этот дизайн я покрыла именно матовым топом. Топ у меня без липкости, что тоже сокращает время работы. На этом дизайн готов. Ставьте пальцы вверх. Всем пока-пока.